Ну уж, сначала посмотрите, сам фермер, у него свой ранчо там где, ладно, он посмотрел, все, да нет, ничего, выправится. Сели, а она, говорит, она стрекочет там сидит, ой, природа, облака, кони такие, а я из дома выскочил только, а он молчит. Она, говорит, я удивляюсь, я в машине говорю, он, говорит, молчит, не разговаривает, а узнала ехать недалеко, 80, что ли, километров на лошади. Они пилят, пилят помаленьку-то, и вот лошадь одна споткнулась, говорит, прямо на колени стала, он сразу вдруг, говорит, встряхнулся, раз, а что такое раз? Он ничего не отвечает, интересно, молчала тут раз, и она все разговаривает уже сама с собой, видит, что от него ничего не добьется. Проехали там километры несколько, и лошадь еще раз споткнулась. Он сразу, два, да как это, то ли спотыкался, считай, а что такое, она все еще там амуры в голове. И вот уже показывается ферма, где-то и лошадь споткнулась третий раз. Он молча, говорит, вышел, лошади в ухо вставил пистолет и выстрелил из револьвера. Лошадь задрыгана, ах, я, говорит, как закатила из телеки, безжалостный, жестокий, за кого я замуж вышла. Такая лошадь, я ее дальше гладила, ласковая, она такая внимательная. Он, говорит, посмотрел на меня, раз, и он, говорит, уже 70 лет, говорит, живем, два, он уже не сказал. Она очень хорошо поняла все, что ей тоже три раза только можно ошибиться. И больше людей не надоедала, и живем мирно, дружно, и все хорошо. А почему он такой жестокий? Он узнает, если в горжем местности она спотыкается, она уже не лошадь. А она сбросит его где-то в пропасть. Он поступил так. У них заход, три раза себя споткнулась на одном промежутке. Она не нужна уже. Такого адрада за хвостом не было. Вот, которые жену непослушаемо. Страшно, это не нравится. Их воротит куда-то. Вот и все. И живем, говорит, мирно уже 70 лет. Пожалуйста. У меня Сережи не хватает разознать про этих ребят. Как он их встретил, где я встретил. Завтра разберем, два юноши были. А я их не расспросил, что они думали, когда я шел. Они остановились и видят, я иду там по бугуру за вторым мостиком. Иду в стороне совсем. И это у меня метр шестьдесят пять палочка. И на ней клажок красный, маленький. Я вот так иду. Они ждут. Я поворачиваю в другую сторону. И я вот так вот иду. Зигзаг-образно. Если там свежая трава, туда сверну. Мне надо найти, где пасынки. Их кто-то выдрал. А потом ближе к дороге они двое стоят. Мальчишки повернули. И тогда я пошел к ним на встречу. И не доходя, начал их снимать. А дальше разговаривать уже все снял. У меня все здесь лежит. И они поехали сюда. Я говорю, поезжайте. Это рядом были вы их. Не, не зашли. Они проехали второй мостик дабу. Я рассказал, как на первом. А потом заедете, то ты сразу направо. Где их увидел Сергей, мне интересует. Как он их остановил. Они внимательно слушали. Вот видно, что не испорчено еще городской срамотой. По-своему что-то может быть. А не городское нахальство. Ни слову вопреки. Полазим. А где он? Куда делся-то? На кухне убежал. На кухне убежал. Господи мой, Господи. Слава тебе. Благослови этих отроков Евгения и Дмитрия. Откроем истину твою. И через наше сокровище найдем новые души. Слава тебе за все. Отец, ты и на святой дух. Аминь. Из Александра. Один в Саверике звонил. И сейчас вышел на меня. Ягод 50-й, третье поколение. Ну, стал слушать Осипова вас. И понял, что у нас все не так. У меня вопросов много. Я говорю, жди 10 октября по скайпу. Ну и какие-то там что-то мудрые, мудрые, говорят, какие-то на иконах. Какие мудрые, может, я даже не знаю. Почему? Это что, с космической связью? Что-то такое там замудрое. Я не знаю. Я говорю, про что отвечать? Ну, встретимся потом. Из Америки. Пожалуйста, документайте. Я говорю, вы как попали по телевку? Видели надпись? Мы установили сегодня. Надписи-то не было катались. То есть тут надпись. Потеряпка, а что? Жи, поедем. Заворощаемся. Доехали до второго мостика. А дальше встали. Дальше. Куда ехать-то? Сколько ехать? Там километров аж-то мы не выставили. А тут я как раз подошел. И вот, видишь, как наша афишка сработала. А сколько же? А вот теперь сделайте. Тут все воры полезут. Бог знает. Воры или не воры. Мне встретился. Я вижу, что пригласил на воскресенье на занятия. На следующее. Тебе так говорить не можем. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Пошли. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.